Ну а перед началом ролика хотел бы тебе рассказать про важную информацию. На канале Редко, но метко проходят конкурсы на робоксы. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, нажми на кнопку подписаться и жми на колокол, чтобы быть в курсе, когда они проходят. Ну а мы начинаем. И всем привет, и с тобой Калантайка. Если что, играем в робокс игрушку под названием Симулятор пчеловода. Сегодняшний ролик будет посвящен очень-очень важной информации. Блин, мне просто невозможно не сказать. Саса заюзал колокол, и я прям просто захотел просто поиспользовать эту возможность. Начать с этого места, позаписывать. Я не помню, я там юзал, не юзал. Игрушку. Мэмэри матч. Сейчас еще за мэмэри матч сходим. В общем, сегодняшний ролик будет посвящен у нас Хамеру. Именно последнему молоту, который, в принципе, я даже не знаю, откуда появилась инфа в моем ДС. Ну, я так понимаю, откуда, точнее, инфа появилась от моего модератора. Но он это взял у Барсоне. А Барсоне чисто типа у Анеты. Вообще, опять же, для меня это как фантастика. И поэтому я до сих пор пока еще, ну, не уверен в этом. И там было написано, что молот, который вы где-то сейчас видите на экране. Такой вот уже легенда, легендарный молот этот. Вот, этот молот будет стоить 100 миллиардов. Ну, это, в принципе, ну, нормально, допустим. Допустим даже. Это ни разу, ни два не сложно. И сколько там? Тысячу, по-моему, энзим. И больше ничего. То есть, ну, может быть, какая-то еще там фигня будет стоить. Ну, там, что-то еще-то к этому привязана еще какая-нибудь валюта. Например, там, 500 экстрактов тех и тех. К примеру, да? Неизвестно все. Но, блин, 100, ой, 1000 энзимов. Это как-то очень странно. Причем энзимы, это не такая сложная вещь, как в добыче. И меня начали спрашивать, а сложно ли добывать или не сложно. И сейчас я как раз расскажу немножко про энзимы. Потому что я уже давно хотел такую рубрику создать. Полин, вот энзимка. Да не, не ту. Вообще все забыл, где что находится. Вот тут ниже она была. Не запомню просто, где что находится. Ну, да ладно. В общем. Все равно там ничего интересного не было. В общем, по поводу энзим. Энзимы делаются у нас из ананасов. Чтобы вы понимали, ананасы, даже если вы не будете сажать роски, на ананасовом поле, они очень часто выпадают, как семечки на поле подсолнечном. В общем, вот такие вот дела. Это первое и самое, наверное, главное, где брать... Где брать у нас вещи для... Вот, смотрите, я уже за 2 секунды... Блин, какой... За 2 секунды я больше 5 штучек набрал. Вот еще. И плюс еще мои подписчики понабирали кучу-кучу-кучу всего. Кучу энзим. О, не энзим, а кучу ананасов. А, чтобы... А, я с твоего экрана перенес. Все. А, чтобы сделать энзимы, нам нужно как раз ананасы. Ананасы. И нужно еще роял жилейки. Роял жилейки, я думаю, это вообще не проблема, потому что они продаются. И, в принципе, это вообще халява. В общем, какая-то такая вот фиганюшка. Блин, я хотел не сюда запрыгнуть. И что, вот тут вот надо забирать, не забывать роялки. Это прям вот для всех, чтобы вот напомнить. Блин, смотри, упал, сальтуху сделал. Вот, вот тут вот, не забывать забирать роялки. И вот, грубо говоря, это у меня сейчас на 4 энзимки есть вещи. Плюс еще нужно убивать по кулдауну боссов. И идти, ходить и играть в мэмори-матче. В мэмори-матче, ребят, играть обязательно. Почему? Потому что... Потому что там часто выпадают энзимки. Вообще прям частенько-предчастенько. Это вообще-то прям вот прям вот обязаловка играть. В как вот там, в игрушки в это. В общем, вот такие вот дела. Так, ну, а там еще что еще? Это, да, и, кстати, еще написали, что обновление будет аж 7 числа. Поэтому, поэтому я думаю, это актуальный. Я ролик этот делаю. Но, блин, там 7 числа, там же, там вроде бы будет это обновление. То есть, в чем-то, знаете, как это, знаете, это палка о двух концах. Вот такие вот посты писать. Если они, например, неподтверждены, откуда-то взяты, допустим, у каких-то левых людей. То есть, если это, допустим, не чисто Барсоня, да, там, например, взяла эту инфу от Анета. А откуда ты еще взяла? То есть, это уже будет сломанный телефон. И даже любые статьи так пишут. Если взять какую-то маленькую, немножко правдивую штуку. Например, ребенок стащил, например, жвачку. То можно, например, написать или, например, рассказать, что ребенок, например, обворовал магазин или что-то еще там. То есть, вынес нам много-много-много кучи всего. Но потом, условно, люди понимают, что это условная правда. То есть, условная правда. Много что вымышленное в этом, но какой-то доли правды есть. Из-за этого люди доверяют этому человеку. Тут также, например, допустим, про Хаммер все неправда. Вот, например, что у меня в голове, у меня не укладывается, что Хаммер это правда. Что Хаммер это все неправда. А, например, то, что с 7 числа выйдет обновление. Вот это вот уже похоже на правду, потому что там Экхант вроде должен подойти, там, что-то такое. И, в общем, в принципе, должно, в принципе, быть уже обновление. Потому что это все-таки начальная, ну, хорошая такая дата. Там еще так написано, то, что с 6, походу, делал New Space. И седьмого выпущу. Это вообще как-то мутно. Если бы сегодня было бы, например, 5 число, то да, я еще понимал бы. Но сегодня это уже больше... Это еще раннее число. Почему 6-го-то не успеть? Ну, как-то немножко попахивает глупостью. Ну, это лично для меня, лично моего мнения. И я до сих пор с этим молотом до сих пор так и отношусь к нему. Плюс еще вот эта вот пчел-пчела, которую, например, там многие-многие показывают. У меня ее в голове даже она не укладывается. Который там смесь кобальта и малинки. И... Блин, а я все правильно, да, сказал? Может, кобальт-то есть малинка? Ой. Чудно я. Ты в английском языке? Да, кобальт. Кобальт и Кримсона. Смесь кобальта и Кримсона. Вот сейчас Кримсон правильно сказал? Молодец тебе, конечно. А то я одним глазком увидел, а не факт, что сказал. Да, смесь кобальта и Кримсона. Помните, такая прям... Как очень-очень-очень странная пчела. Вот. И вот эта очень странная пчела, блин, тоже попахивает очень-очень сильной дуростью. А, ну и плюс еще лично я, лично мое мнение, я все-таки буду копить. Я не знаю, я боюсь всякой этой штуки. И, конечно же, если я это сделаю на 2-3 дня побольше, то это все равно будет пофигу. Но тут вся фишка в том, что 100 штук делается 8 часов. Если чтобы вы понимали, 100 штук только делается 8 часов. Энзим. Это, прикиньте, сколько мне онлайн сидеть, чтобы сделать тысячу. Это очень-очень много. Это просто даже не то, что ананасов столько не будет. Это просто у меня столько времени не будет. Это мне только 3 дня, 4 дня сидеть онлайн, чтобы просто они сделались. Просто сделались. Помимо того, что мне еще нужно в инвентаре это все положить. Но это, на самом деле, ребят, несложно. Это легко. Это, чтобы вы понимали, легко. Попробуйте за 3-4 дня сделать, например, клею столько. Нет, конечно же, вы не сделаете. Даже... Да это какой материал? Там по 30 штук в день. По 30 штук в день. Сделайте 990. Это по 30 штук в день. Это даже увеличенное количество. То есть это очень много 30 штук в день. Обычно средний человек, допустим, если он прям вот играет, играет, играет. Он, если он акцентирует на это внимание, но еще хочет там пофармиться, что-то еще, то он делает в день 20 штук клея, если что. И это... И это тоже много. Но 20 штук в день. Вот прикиньте, сколько это 999. Поэтому я сомневаюсь, что энзимки добавят 999. Это как-то глупо и как-то слишком... Для меня слишком просто. Вот нет, попахивает, что это какая-то простота в этом. Даже, допустим, если 10, ну нет, если, конечно, не 1000, а 10 тысяч, например, да, энзимок, то это будет было бы круто, там, знаешь, недостижимые какие-то реалия. То есть, например, 10 тысяч энзимов, 1000 ред экстрактов, 1000 блу экстрактов, каких-нибудь там 500 глитров, к примеру. И плюс еще какой-нибудь там, блин, не знаю, ойлов там, например, там 800, ну, пример. Какой ойлов 800? И 20 тысяч ойлов, потому что ойлы... Мы знаем, тут все гопники, я уже до этого говорил много-много раз. И сейчас семечек в 5 раз больше, чем всех остальных предметов. Поэтому, ну, я не знаю, на самом деле. И этот прям вот, прям вот молот медовый вот тут вот бьешь, например, на... Хотя вспоминал, как называется, на пинапле, на ананасе бьешь. А он, например, там какой-нибудь такой скилл, он может автоматически бить еще, например, на перчики, например. А там в какое-то время, 30 секунд, он бьет еще и на перчики, как-то так. Или бац, себя телепортнет на перчик. Не знаю, ну, я вообще не представляю, что он такое должен делать, ну, к примеру. Но вот это вот какая-то очень-очень крутая штука, конечно, очень было бы прикольно. Потому что, на самом деле, очень крутая штука уже сделана была с сапогами. Она нереально для многих новичков... Блин, что со мной? Ай! Очень-очень-очень крутая штука. Это с сапогами, когда он увеличил ее стоимость сапогов и медугами ботов. Они реально очень стали... Прям вот стоит новичок такой думает, мне их никогда не накопить. Серьезно, мне их никогда, говорит, не накопить. И вот это, это было круто. Когда это реально есть какая-то вещь недостижимая для тебя. И ты прям вот хочешь ее получить, потому что смотришь у многих, например, у ютуберов твоих любимых и еще там прочее, 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 прочее. Это, например, эти боты есть. Такой, блин, ну они же у многих есть. Плюс еще у какого-нибудь твоего друга эти боты есть. Такой, да емое, ну значит можно получить, значит реальное. И такой, ладно, буду фармить. И вот тогда я как раз начал собирать на эти боты. И вот такую же штуку хочется получить именно со следующей обновлении. Даже если этот будет хаммер, но я хочу, чтобы он был еще даже вот тысячу энзим. Это как-то легко, ребят, это легко. То есть для тех, нет, конечно, для новичков может быть и сложно, но они уже будут сразу собирать эти энзимы. Они не будут их тратить направо и налево. Хотя это прикольные по фарму вещи, она дает 10 инстант конверсия, но они не будут их просто тратить и будут больше стоять на том же самом ананасе. И все будут переделываться в белую пыльцу, потому что на ананасе стоять это в белой пыльце надо. В общем, ну я не знаю, мне кажется, это все бред, это сказки и посмотрим на самом деле, что это будет. Плюс еще говорят, робот-пчела будет, но это уже из обновления. Ой, робот-медведь, это, ну это как бы возможно, потому что он был все-таки. Ну хотя и в принципе и вот эти вот Кримсон с Кобальтом были. И, ну я имею ввиду, показывали скринты откуда-то появились. Я думаю, это какие-то тесты были. Но на самом-то деле, там пчела урод по мне, по мне так пчела урод. То есть, например, есть Кобальт, есть Кримсон, ну вообще крутые пчелы, да? Есть, например, вот новые мифики, это вообще прям вот, не знаю, они прям вот топчик. Особенно вот острая пчела, она реально, она пшикает там что-то прям, вот она, вот она, острая пчела. Серьезно, она с паровым каким-то двигателем сзади. Это очень круто. Например, пчела-головастик еще круче, она реально в виде головастика. Это, блин, реально. Тут, конечно же, еще Виктор очень, как-то не очень-то смотрит, хотя Виктор... Да, Виктор как-то не очень смотрится, на самом-то как будто бумажная какая-то пчела, на самом деле. И кто-то слепил ее из этого, из бумаги. Но, чтобы сделали Кобальта с этим смешанного, ну мне кажется, некрасиво будет. Мне кажется. Ну плюс еще не говорили, что, сказали, что ивентовых вроде пчел не будет. Будет два мифика, и откуда вообще тоже эта информация тоже вообще пока неизвестна. И, в принципе, я реально, я вообще не представляю. Но для меня это будет тайна, загадка и все дела. Ну и мне кажется, если прям вот что-то выйдет ночью, вот как вот ночью, прям вот как Аннет любит выпускать там ночью, какие-нибудь коды или что-то, что-то, что-то. Конечно же, мне об этом все расскажут и все покажут, и я все это увижу раньше, наверное, чем я сам зайду поиграть. В принципе, мне распишут уже и гайды, и все-все-все-все-все-все. Но, в принципе, мне радует, что хотя бы сейчас на тесте это все не показывают. Поэтому, ладно, будем смотреть, будем поглядим, посмотрим, позырим. Что-то такое. Да, кстати, забыл представить, кто со мной на сервере. Со мной на сервере находится АУЕУОП, Егорчик6, Я, АВЛАД, О, кстати, АВЛАДА я прям недавно добавлял, он спонсор, а у него какая-то проблема с ником, я чуть не мог добавить. К сам ВИП, СафронЮТФ. Вот такие вот ребята. Кстати, по поводу вот таких вот ников, то есть, если на стриме я не могу их добавить, от меня в виде звездочек или решеток, вот. Есть такая проблема, ну, реально проблема, у меня аккаунт 13 минус, но, например, бывает, что на следующий стрим я спокойно добавляю их. Вот это я не знаю, как это, с чем это завязано, возможно, в принципе, много друзей, и он очень слишком подозрительный ник, либо он очень много в какие-то подозрительные игры играл, или еще что-то, или, может быть, какое-то нарушение ему, роблокс, какое-то замечание сделал, я не знаю. Вот такие вот аккаунты у меня почему-то вот в решеточках. Вот это вот точно. И еще, что я хотел сказать, еще самое главное, то, что сегодня еще на... Да, блин, ну должен, должен. Я просто записываю еще с утра, вообще прям ранее-ранее утро, поэтому сегодня с утра, ой, сегодня уже ближе к обеду или вечером, должен у нас выйти еще один ролик по симулятору пчеловода с конкурсом на роблокс, ребят, поэтому не пропускаем, не забываем, и, в принципе, как-то так. Ну, а с тобой был Клан Тайка, не забывай подписываться на канал, не забывай ставить лайки, не забывай писать клево ответить на комментарии, ну и всем, ребят, пока-пока. Кстати, да, да-да-да-да-да, еще что хотел сказать. Вот, в принципе, многие будут тогда комбинировать, если выйдет Хаммер, я не помню, какой там скилл, что-то там кто-то там рассказывал, там скилл какой-то крутой, вот, но если выйдет Хаммер, у него же не будет, как вот у этой палки АФК, там АФК особо не поставишь, придется палку менять, постоянно бегать, менять палки. Ну, это так вот, это на скидку, что я говорил, в принципе, не знаю. Напрашиваются реально наплечники в замену, ну, чтобы заменить, ну, и, в принципе, как-то так. Вот это точно напрашивается. Ну, а на самом деле, что там поменяют, фиг его знает. Все, теперь точно всем пока-пока.